Всем привет! Вы на канале Автодока. Значит, как вы уже, наверное, догадались, сегодня мы поговорим об аквапринте. Значит, что такое аквапринт? Аквапринт это нанесение рисунка на различные поверхности путём вот такой вот плёночки. Значит, для этого нам... Вот у нас есть тут разные тёмное дерево, цветочки типа карбон. Другие вот цветочки тоже карбон. Вот у нас есть ванна для аквапринта. Здесь у нас термометр. Температура воды для нанесения должна быть 25-30 градусов. Нам понадобится вот такой вот универсальный активатор. Далее нам понадобится краскопультик с манометром, чтобы можно было регулировать давление. Вот решил на матист жены замутить облицовочку. Хотел сделать вот такой вот цветочек. Но ширина его маловато. Поэтому нанесём карбон. У нас специально пальчик широкий для дисков. Потом вставлю фотографию дисков когда-то сделанных. Значит, для начала нам нужно заматировать нашу деталь. Вот я её практически заматировал вот таким скотч-брайтем. Далее. Вот такие крупные отверстия лучше внутри будет заклеить обычным прозрачным скотчем. Позрачный скотч. Края плёночки мы проклеили малярным скотчем, чтобы она у нас имела форму. Чтобы она по длине и по ширине у нас будет со всю ванну. Ну и сюда положим. Далее вы увидите процесс. Так как у нас деталь чёрная, а плёночка у нас тоже чёрный карбон, нам её нужно будет сейчас пыльнуть быстренько в какой-нибудь цвет. У меня есть там баллончик хрома. Сейчас я её обезжирю, быстренько пыльнув хром. Мы её немножко подсушим и, наверное, приступим к процессу нанесения аквапринта. Чёрт. ещё растянется. Значит, положили нашу плёнку, предварительно ограничили её обычным малярным скотчем, сделали по диагонали надрезы вовнутрь плёнки, к центру, для того, чтобы она, если что, у нас могла немножко подрасползтись. Теперь нам нужно полторы-две минуты. Не трогай, не трогай. Полторы-две минуты подождать, пока плёнка полежит на воде, затем нанести на неё активатор. И, по идее, мы делаем это первый раз, по идее, она у нас должна будет превратиться просто в тонкий слой краски, плавающей на воде, и уже потом окунём нашу деталь туда и перенесём этот рисунок на деталь. Значит, всё делали в спешке, для того, чтобы быстрее выложить видео. Хотелось отснять его сегодня. Во-первых, 200 литров воды очень долго греется, и ждать до завтра, заново, греть ванну мы не стали. Быстренько пыльнули нитрогрунтом. Всё-таки нам не понравился цвет хрома, и мы сделали его сереньким. Значит, теперь плёнка у нас наложена на воду, сейчас нанесём активатор, ну и попробуем упустить, что получится, то получится, первый опыт, как бы, первый блин седоком, надеюсь, что будет выглядеть нормально, так что не судите строго. Давление отрегулировали, одну атмосферу, активатор я уже показывал, пробуем. Написано в один-два прохода, можно ещё вот второй раз слегка пыльнуть. Значит, выдержка после нанесения активатора 30 секунд, судя по инструкции. Так, никто у нас ничего не засекал. Опа! Считаем вместе, дружно до 30. Так, наносить надо под углом. Сколько у тебя там времени на камере? Ещё 10 секунд. 10 секунд. Ждём. Ну, вот эти складочки где-то отразятся на рисунке, ну, ничего страшного. Когда-нибудь мы научимся делать это профессионально, будем делать вещи. Скажешь, когда стартовать? 3, 2, 1, 0. Ну, что, пробуем? как-то так. надо теперь аккуратненько размешать это. Да, где-то я смотрел видео, люди спрашивали, зачем человек одевает перчатки. Я так думаю, я теперь долгое время буду ходить в аквапринте. блин, блин, это вообще ништяк, по-моему, для первого раза. Да, есть, конечно, косяки, но смотрится кайфово. Конечно, думал, что сейчас вообще будет полное говно. кто-то напишет, конечно, в комментариях, что, блядь, да это полное говно, но мне кажется, что, блядь, смотрится вообще за счет. как он? Думаю, значит, теперь надо будет немножко подсушить. Завтра нанесем на нее лак, установим на матис. Как-то так. всем, кому понравилось данное видео, ставим пальцы вверх, подписываемся на мой канал. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok